Вот сама проблема, ребята, с операциями, никогда не найти идеальное время. Мне типа за битмашку сделали, какую-то сетку кинули, я такой просто уродство мяса. Ну вот, а сам расходник такой-то раз, он стоил... Он меня заливает на дисептиком так, будто бы собирается мне рукой пилить. Частичных отрывов, ну, не бывает. Мне кажется, Антохе, пора по мне диссертацию писать. Что я после операции что сделал? Проснулся, взял вещи и поехал на поезде в Москву. Если доживешь, то да. Чтобы вы понимаете, я Гина вырезал просто так. В вашем масле крови не обнаружено. Ссылка в описании. Привет, друзья. Ну что ж, давно не виделись. И я недавно делал опрос в Инстаграме о том, чтобы снять видео с обзором ваших комментариев. Не скажу, что будет везде рвущийся пукан. Наоборот, где-то, наверное, будет моя благодарность за то, какие вы есть. Где-то будут вопрос, почему вы такие, какие вы есть. Ну, это мелочи. В общем, мы потихонечку будем открывать Ютубчик. Наверное, прям вау. Музыка пошла. В общем, мы будем открывать Ютубчик. Посматривать, что там вы писали. Сейчас мы какое-то подобие, попытку поставить камеру реализуем. Но у меня есть в этом, на самом деле, сомнения. Как бы вы понимали, куда я сейчас ее пытаюсь воткнуть. Это довольно-таки затея прометчивая, возможно. Но, возможно, и не очень прометчивая. Так. Если я вытаскиваю экранчик, который мне позволяет на меня смотреть, то я пропадаю. То она пытается упасть. Равновесие не держится. А если я его убираю, то я не знаю, в кадре я или нет. Ладно. Ну что ж, скрестим пальцы и поедем. Мне кажется, стоит ее нажать на тормоз. Ой! Я же сказал, стоит нажать на тормоз и камера полетит вниз. Так что, думаю, что надо придумать вариант более интеллектуальный. Ну что, в общем, вы поняли, что в машине поснимать мне не очень-то сильно удалось. Сейчас. Сейчас я иду вдоль стены. Я хотел показать вам красивую клинику, но не очень-то ее было видно. Поднимемся. В общем, приехал я сейчас на процедуры к Антохе. Все продолжается по ПС моим плечом. Кстати, она пыталась зажить. Потом я его опять сорвал. Причем в бытовой, как обычно, ситуации. Он менял колесо на машине и, в общем, тяжело откручивал болты. Сейчас срочно звоним Антохе. У него, потому что мало времени. Он в сети. Он прям знает и ждет звонка нашего. Алло. Алло. Антох, я на проходной. Что, кому говорить? Охраннику фамилии. Ага. У него есть все отлично. Залетаю. Ну, на самом деле, выглядит все максимально. Ну, еще и лето. Поэтому выглядит все нарядно и красиво. И внутри все очень современно, на мой взгляд. Аж иногда кажется, словно не в России находишься. Сейчас натянем бахилки. Отправимся к Антохе. Спросим, что он про меня думает. Про наше восстановление. Ну, а дальше вернемся. Потому что я обещал. Пробежите по вашим комментариям, к видосам. Капельница. Спросите, зачем мне капельница. А я вам отвечу, чтобы время зря не терять, друзья мои. Потому что, ну, чтобы сделать мне процедуру с инъекциями в плечо, нужно полчаса. И вот пока полчаса Антоха делает мне препарат. И мы меня капаем. Что тебе? Бахнатый микрофон. Бахнатый микрофон. Это называется ветрозащита. Она позволяет сделать звук более чистым. Когда мы идем, или когда на улице дует ветер. Почему-то этот пушок на камере всех очень сильно интересует. Подстава. Ребята, подстава. Сейчас даже мне капать. А вы меня что думаете? Телефон решил обновиться. Ну, думаю, посижу, поработаю. Максимально полезно использовать. Каждую минуту, как говорится, нужно. Но, по ходу дела, процесс идет очень медленно. То есть, ну, прям очень. А мне нужно больше созвониться сейчас по работе. Люди ждут. А я не на связи. Я не на связи. Я прям... Вот. Слово совсем. Печалька. Пацаны. Сейчас важно было. Короче. Сейчас. Доктор. Доктор. У него белый халат. Значит, он будет. Короче. Мажеты больше участвуют в ведении плеча. То есть, логично. То есть, логично. Я говорю, у меня вот так вот, сжать ты уже, ну, маленькие веса могу, мне не больно. А руку в сторону отводить, мне вот отсюда уже прям больно. Я спрашиваю, что получается, ну, эффективнее, чтобы откачать плечи, жимовые движения делать, чем маховые? Я думаю, да. Он вот такое вот лицо сделал и говорит, ну, я думаю, да. Не, ну, смотри, армейские жимы, да, всегда жимы-штанги. Да. Всегда, как бы, ну, качали плечи. Качали плечи. Таким образом. И махи еще делал много всегда. С большими весами. Ну, вот по поводу махов с большими весами. И это, кстати, не я придумал. Это уже давно говорят, что нельзя махи делать с большими весами. Как раз по причине того, что очень часто рвется манжета на этих движениях. Еще, по-моему, Лихейни говорил. Он делал, он говорит, типа, я лихейни делаю 25-ки максимум на махи. Я делал 34. А вам, типа, вообще столько не надо. Ну, и в принципе... Нам столько не надо, по ходу дела. Так, значит. Когда вы пришли мимо. Вот. Сейчас мы будем делать, мне опять больно. Короче, то есть, есть смысл больше делать жимовых движений для накачивания. Ну, именно если поднимать тяжелые веса, то я думаю, что, ну, это однозначно. Махи – это не то движение, где нужно этим заниматься. Ну, что я могу сказать? Могу сказать только одно. Блядь. Позно пить боржоми, когда плечо, грудь и еще что-нибудь уже оторвалось. Короче, капельницы мне прокапали. Кстати, самое болезненное движение – это снимание и одевание футболки. Вот это вот. Вот это вот. Это прямо больно. Кстати, я здесь поеду-то после, ну, точно, кучаться. Кстати, после прошлого раза, когда колория, видимо, меня так там нашпиговал, у меня болело в плече, ну, дня полтора пиздец. Вот прям вот там болело, болело все внутри. Вот именно с прошлого раза. С прошлого раза, да. Понатыкал меня в плече. Да, болело прям сильно. Информация чем-то. Нам полезно. Мы в который раз тебя колем тоже. Сейчас четвертый будет. Четвертый раз колем. Первые два раза было все ок, а вот после третьего? Первые два раза? Вот так было первые два раза. Слушай, а перерыв не был у нас меньше до третьего? Нет, нет, даже был больше, чем между первым и вторым. Стремновато. Нет, может просто куда-то тыкнули там. Может в кости тыкнул. Я, в принципе, тыкаю в кости. И это как бы, ну, задача тут туда и тыкнуть. Ну, она же покрывает непосредственно кость. То есть она напрямую с ней контактирует. То есть она, в принципе, вырастает в кости. И как раз вот там, где она оторвалась, там вот в ту зону и надо попасть. Ты же просто тебе рассказываешь, что болело. Я понял. Я же не жалуюсь. У меня, в принципе, что-нибудь где-нибудь всегда болит. Тянул, да? Да, потому что раз мы на телефон записывали, там... Все жаловались? Да, достопочтимые подписчики очень жаловались на звук. Ребята, я тогда снимал просто на телефон. И тоже не забил на вас. Снял первую процедуру. Кстати, знаете, как он меня это определил, что у меня отрыв там манжеты. Еще до МРТ. Короче, скажи, а что мы делали с тобой? Помнишь, ты тестировал меня как-то в Дирол? А, ну, просто нужно давать сопротивление, например. Мне надо руки в сторону. В сторону? Вот так не больно? Вот вот считаем сейчас. Вообще не больно, прикинь. А почему же все так больно, как ты сам делаешь? А больно вот здесь, наверху. А, в верхней точке, да? А поначалу, когда я пришел, было больно отсюда. Вот тут начиналась боль. Теперь боль начинается. Ну уже не такая резкая, естественно, где-то здесь. И то, вот сейчас давлю. Слушай, еще я о тебе подумал. А может быть, вот то, что у тебя было, мы с тобой вылечили. А вот теперь у тебя болит. Нет, тут не болит. Даже сейчас меньше болит. Раньше, знаешь, ты не думал, что сильно болело? Здесь вот этот акромяйно-ключичный сустав, который у тебя есть, деформирован. Ну, корточка торчит. Он на МРТ у тебя деформирован. То есть, там артроз есть явно. Другое дело. Там пиздец явный. Да. Ну, если его так снаружи видно, то внутри там то есть. Знаешь, вот эта штука, она же растет не только вверх. То есть, вот эти экзостозы костные, они образуются не только здесь, где мы их видим. Они там внутри тоже имеются. И они, то есть снизу, они могут, ну не могут, а скорее всего у тебя это так и происходит. Они поддавливают манжеты. И как раз вот при движении манжета может поддавливаться эти... Это просто боли или это вредно? Это вредно. Вредно. В чем? Ну, представляешь, вот есть у тебя канат, грубо говоря, который постоянно трется какой-то там, не знаю, а во что-то трется. Он рано или поздно он перетрется. Он будет долго тереться, он будет воспаляться, он будет болеть. А что по бицепсу? Ну, меньше боль там стало. Ну, не беспокоит практически. Ты можешь потыкать, конечно. Больно тыкал. Ай! Ну, больно, да. Да? Вот там, да, прям больно. Что, прям вот так сильно? Ну, прям, ну да, сильно. Ну вот сильно. Да. Ну, ты сейчас тут делаешь, да, он не больно. Да, он не больно. Хочешь, давай вот так, вот так, вот так. Еще больше ладони уворачиваю. Сопротивление. Больно? Нет. Не болит? Не больно. Теперь вот так выворачиваю. Туда максимально. Вниз давить? Еще вот так. Что делать? Вот так, вот так, вот так. Нет, тоже ее ракушкой. Ааа! Да? Ага, вообще больно. И прям, просто даже сил не могу приложить. Прям, вообще больно. Вот. То есть, я почувствовал, что минимально начал давить и было больно. Ну, мы же так не качаемся. Даже просто двигать больно. Неприятные ощущения. Вот тут. Вот в этом вот месте, вот тут. Чик-чик-чик-чик. Знаешь, мне что кажется? Мне кажется, что мы с тобой манжету увеличили. Манжету увеличили. А подними еще раз. Вот ключок, как ты показывал. То есть в сторону? Давай немножко спортивен. Давай немножко вот так. Ага, вот так. Хорошо, ракушку, ракушку. Ну, есть какой-то дискомфорт, но я не с тем понимаю. Удела. Да, еще, еще, еще. Сильнее. Не сильнее. Вот смотри. Вот ты просто отведи руку. Ну вот. Вот где он появляется? Вот здесь, да? Ну, тут в этом месте скорее появляется. Вот. Ну, видишь, мы сейчас… Вот. Тут стрельного. Вот тут стреляет. Ну, видишь, мы с того, что начинаем двигаться, ну вот, что-то делать. Да. Я нагреваюсь, но не менее больно. То есть я, ну, теряю вот эту точку резкой боли. То есть когда я холодненький, просто мне вот футболку снять, вот если я раздевался, мне было больно. Да? Первый раз. Потому что сейчас я уже свободно двигаю. Гораздо более свободно делаю это движение, когда я теплый. А когда вот зашли в кабинет, я футболку снимал, вот это для меня было прям… ну вот оно. И что-то осталось снова еще. Ну вот. Отсюда. Вот. Оп. Оп, больно. А внизу уже… Можно макиял это так? Ну, да то я плитуду пока не боль. Но я боюсь, что все-таки надо вот этим заниматься. Ли. Ну, туда, видимо, ничего не вколоть. Я подозреваю. Это бесполезно. Если мы туда вколем, будет только хуже. Здесь очень тесно. И, ну, среабилирует капсула, а у тебя станет еще больнее. Ну, и главное, что это никакого эффекта не принесет. Угу. Все? Окей. Угу. Эта штука очень невкусно пахнет, ребята. Септика хуже не станет. Может, мы сошел бы не дыхательные пути? Слушай, ну, я вот сказал бы тебе, знаешь что? Что надо делать контрольные МРТ. Во-первых, уже пора. Помнишь, мы собираемся? Да. И второе, что по результатам давай-ка, наверное, будем собираться. Я хочу выступить. Когда? Осенью. Это, это, это когда? Ну, это типа осенью, типа через полтора месяца. Ну, ладно, через воскресенье. Ну, это типа сентябрь или октябрь. Ну, нет, если бицепс-тендезировать придется, я вот что… А это что? Ну, помнишь, я тебе говорил, отсекать сухожилие в длинной головке от точки прикрепления и переносить его. То есть, о чем он говорил? Вам слышно интересно? Ну, проблема… Проблема вот этих тандинитов, анатомической особенности этого сухожилия. Оно длинное, такая колбаса, идет в борозде, где оно, собственно, и ущемляется, и крепится… Нестабильности у тебя вроде нет. То есть, у тебя нет щелка… Нет щелка, нет щелка при ротации. Нет. То есть, удерживать у тебя, скорее всего, цел. Вот. И оно идет и крепится к… Глиной, ну, к этой… к сусанному отростку лопатки. Вот. И вся эта колбаса проходящая, вот такая длинная, она там, естественно, не очень хорошо себя ведет. То есть, она… ну, вот из-за этого ущемления, она начинает доставлять дискомфорт. То есть, она же, естественно, утолщается под воздействием нагрузки, да. Вот. А место, которое она занимается, больше не становится. И, соответственно, вот это… А перенести это как-то? Что-то… Глоток переставить? Она… Она с сохранением изометрии, то есть, грубо говоря, делается вот на том уровне, где она проходит, да, например, вот идет длинное сухожилие здесь. Вот здесь плечевая кость у нас, да. Вот она фиксируется в плечевую кость, ну, там есть специальная техника, да, по которой форамин сухожилия погружается в плечевую кость, а оставшаяся вот эта колбаса, она просто отсекается от точки крепления выкидывается. Зачем? Звучит мне супер. Ну… Влияет как-то визуально, биологически? Нет. На самом деле нет. И сколько там установлений? Ну, там где-то в районе шести недель без нагрузки. То есть, недельку не качаться? Шесть недель. Недель. Шесть недель и полтора бицепса. Ну, это как вот, ну, как прыщить бицепс оторванный, считай. Как грудь прыщить? Ну, только да, только без… Не, ну, грудь сложнее прыщить. Ну, я же сразу за ним начал заниматься через четыре недели. Ну, ладно, 32 дня прошло. Ну, так никому нельзя рекомендовать делать. Так нельзя делать ребята, как я. Да. Вот. Но нет, ну, ну… Окей, ты хочешь отперешить бицепс? И что, отпереть плечо? И… Да, в эту же операцию снизу почистить вот этот. То есть, не отпиливать кусок ключицы здесь. Можно и такую операцию сделать. Но просто поскольку нужно делать и то, и то, то логичнее, наверное, все-таки. И все это плюс можно сделать репероскопически. То есть, не делать там, разрезать, да? И тут, и тут. Да, неплохо на разрезы. Как тебе проще. Нет. И еще один объем, да, члены? Да, подтыхили. Можно, да. То есть, грубо говоря, вот такую же… фигню, короче, почистить не сверху, возьми. То есть, сверху она останется. Угу. Потому что сам вот этот сустав, если бы он тебя сам беспокоил, то тебе бы было больно вот здесь. У меня раньше был, я даже рюкзак не мог носить. А почему прошло? Ну, потому что просто, ну, сколерозировались там эти поверхности и все. Угу. Раньше я не мог дотронуться пальцем вот так. То есть, была страшная боль прям. Ну, одинаковое ощущение. Нет, ну там, когда болит, там как бы… Нет, болело, ребят. Там начинаешь трогать, и оно прям болит. Там прям погладить было нельзя. Да, да, да. Вот. Поэтому, если все это ты уже, как говорится… Пацаны, вот сейчас на паузу ставим, пишем, Антон, спасибо. И лучики добра с улыбками отправляем. Антохи. Чтобы вы знали, кстати, не только меня ареи монтируют, Антон. Тарануха Сергеев все знают, отрыв бицепс Сереги тоже. Антоха… Уже с двух сторон. Антоха… Уже с двух сторон. То есть, два бицепса пришивал Сереги Антон. Вот видите, травм там много у спортсменов. Это я с вами делюсь, есть возможность, да. Вы смотрите, есть камера, есть Антон, которому ответ спасибо. Другой же врач скажет, идите нахер. Вот как-нибудь вот там вот. Еще раз, Антон, спасибо. Другой же врач скажет, идите нахер. Другой врач будет стесняться. Плюс Антох сам, он здоровый, если что вы понимали, но он реально рад внук ему. Мы познакомились, когда я еще работал тренером, где четырнадцать назад. Ну, думаю, да. Четырнадцать-пятнадцать лет назад мы познакомились. Антоха работала в травматологии. В третьей больнице. Сейчас, я говорю, когда первый раз он меня ремонтировал, он открывает шкаф, ящики. Он говорит, колено. Вот тут мы допиливаем. Охереть. Охереть. Нормально все будет. Езжай куда хочешь. Приедешь, мы тебя починим. Уедешь. Так, в принципе, и произошло. Вот. Ладно. Короче, операция меня понял. Но я хочу, конечно, попробовать выступить. И, может быть, после сезона соревновательного. Ну, я тебе говорю, да. Если хочешь выступать, то это не вариант, конечно. Ты, ну, не успеешь просто во времени. Сейчас уже, считай, август. Ну, вот даже если взять четыре недели, по минимуму. Ну, август точно нельзя будет ничего поднимать. То есть, прям вообще. Ну, бицепс, он так или иначе в любом движении. Ну, да. Вот сама проблема, ребята, с операциями. Никогда не найти идеальное время. Потому что, ну, типа, перед соревнованиями никак. Так, ты готовишься. После соревнований, как бы, тоже уже западло. Потому что ты здоровый. Начинаешь компенсировать. Ты думаешь, блядь, ну, сейчас вот самое время набрать. И в следующем сезоне прям всех разорвать. У меня же так и получилось. Я понимал, да, там, в конце прошлой зимы, после мира, после Олимпии, что форма прям пошла. И что вот в этом году можно было все победить. И вот произошла проблема с манжетой. Хотя вот эта кость торчала-то сверху давно. И про нее мы говорили давно еще. Когда грудь оперировались, что там тоже нужно будет что-то пилить. Вот поэтому очень сложно. Наверное, вот если, типа, там, с высоты прожитых лет, наверное, рекомендовать нужно ремонтироваться сразу. Не откладывать. То потом... Ну, если отрыв, если именно отрыв травматический, то нужно, конечно, по-свежаку всегда. Потому что это и лучше, и в плане реабилитации она проходит быстрее. Угу. Потому что режим ростомахи, как у меня, это такое себе неприятие, да? Ну, опять же... Ну, оно просто, как бы, ну, в некоторых случаях прокатывает, но не всегда. Особенно вот с грудными заставили. Люди пишут, там, я пять лет назад оторвал грудную. Ну, как бы, ну, технически... Ну, в значительности. То есть, мышца практически не функционирует. Пять лет. Представляешь? Да. Какие-то следы уже от нее остались. Ну, пришили мы ее. А человек хочет симметрии. То есть, ну, как он это будет восстанавливать? Это будет очень долго. Угу. Сколько на это времени уйдет? И то, скорее всего, ну, вряд ли она вот будет прям такая, как здорово. По-свежаку все четко. По-свежаку вообще нет проблем пришить. Угу. Все, что... Ну, опять же, ребята, пришить не за пятнадцать-двадцать тысяч вам это шьют. Я просто... Ну, читал ребятам, пришли. Мне типа за пятнадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-духнили. Я такая, просто уродство мяса. А сетка вообще не знаю, я не знаю? Что вот это за историю с сеткой? Например, вот так шьют. Ну, еще к тому lad, многие, ребята, писали, типа, я вот там-то сделал. Ну, типа, очень какие-то дешевые цены. У всех выглядит все плохо. Я не понимаю, какую там сетку-то можно... Мышца сама не рвется. Она отрывается, ну, сухожильной частью. Да, там она короткая, сухоженная, честно, не знаю, куда сетку там они вшивают, не понимаю. Сетка, она нужна, когда у тебя есть там дефект чего-то, ну вот как грыжа делают, да, у тебя есть дефект, там фасции, у тебя нужно его закрыть, потому что иначе постоянно он расходится, туда что-то там дешка какая-то внедряется. Тогда, да, ты вышиваешь и делаешь пластикую сетку, чтобы площадь, как бы, да, сопротивление усилую, увеличить. А здесь обшивать, ну не знаю, довольно сложно себе это представить. Поэтому, а по поводу стоимости, ну так расходник на такую операцию, вот сейчас, при условии того, что он еще есть, а его, наверное, уже нет. Ну вот там вроде что-то обещают провести, ну правда там уже, я вроде нашел аналоги, отечественные, правда они еще не очень допилены. Ты сам допилешь? Ну я просто, я попросил им, что нужно сделать, вот, они обещали, но это же там все заморочено, это нужно вносить изменения в эти технические условия, да, там и так далее, это же продукция, да, то есть там маленькую дырочку еще одну просверлить, это уже, считай, ну, новая конструкция, да, нужно по новой там все это делать. Ну вот, поэтому с этим пока проблематично. Ну вот, а сам расходник такой операцию, он стоил, по-моему, в районе 90, а сейчас больше 100 он стоит. Это только расходники? Это только просто, да, то, что мы имплантируем в человека непосредственно, нити, пуговицы вот эти, как бы, и там набор инструментов, которые одноразовые, ну, они там сразу же идут. Поэтому, ну, а какая стоимость может быть? Понятно, что там, ну, за 20 тысяч не получится. С грудной частая ошибка, ну, как бы не ошибка, да, ну, это, опять же, обусловлено тем, что, ну, так, так, наверное, доступнее, так проще, я бы не сказал, но, может быть, проще в какой-то степени. И он на якоря пришивает, бицепс тоже пришивает, довольно часто на якоря, якорь, это то, что такая, винтик небольшой, он, может быть, там, металлический, может быть, рассасывающийся, он вкручивается в кость, и из него нитки торчат, и вот на эти нитки пришивают. Ну, то есть, у тебя все зависит от того, насколько этот винтик у тебя крепко держится в кости. Да, поскольку винтик очень маленький, то, ну, так сказать, нередки случаи, когда они, да, расшатываются и вырываются. Плюс, там есть, короче, после того, как ты что-то в кость закрутил, ты ее посверлил, и вокруг этого импланта возникает резорпция кости. То есть, кость немножко разрушается, то есть, любой металлический имплант, вкрученный в кость, он в той или иной степени все равно становится нестабильным, да, потом все равно это там все формируется, обрастает, но, как бы, это не очень желательно. Да, поэтому система этих пуговиц, когда ты просверлил, да, ну, дырку, грубо говоря, в трубке, завел туда эту пуговицу, пуговица развернулась, то есть, она встала в распор, она уже никак оттуда не вылезла. Все, ну, там, я не знаю, я не видел ни разу еще, чтобы вот именно пуговицы, которые, ну, правильно установлены, технически, чтобы она вырвалась, я такого еще не встречал. Потому что она просто поперек, она не пролазит в эту дырку, вот так пролезла, она развернулась, и все, назад она уже не вырвалась. Поэтому это, как бы, ну, такой очень надежный вариант, и, в принципе, ну, я просто по-другому уже делать не хочу, не буду. И бицепсы пришивать, мы тоже же раньше пришивали, и там надо было три доступа делать. Один доступ нужно было делать вот здесь, чтобы достать это сухожилие. Ну, правда, мы его и сейчас делаем иногда, потому что, опять же, когда люди приходят с несвежими отрывами, сухожилие уже подпаивается где-то здесь к ткаре, и его, ну, отсюда просто технически не достать, да. А сейчас мы делаем вот здесь верхний трепь предплечья, один небольшой разрезик, там, 4 сантиметра, вот. Если свежий отрыв удаётся вывести в эту рану, соответственно, сухожилие, прошить его здесь. Здесь же из этого же доступа добраться до точки, ну, до анатомической точки крепления этого сухожилия, в бугристости, вот, чувак, кости. И, если раньше нужно было ещё контрапертуру здесь сделать, чтобы сюда эти нити вытаскивать, здесь их завязывать, здесь эти мышцы всё им мешают, там, мышца может попасть под узел, соответственно, потом этот узел ослабеет, то есть это нужно всё контролировать, ну, короче, это было изменить. Сейчас из этого доступа опять мы заводим пуговицу, она разворачивается, мы за неё затягиваем, погружаем её в канал, там ещё винтом фиксируется и всё. И вот из одного такого доступа людям как бы всё прощевываем этот бицепс. Вот так вот. Да. Так что, ну, это и косметически, и технически, это, главное, проще, понимаешь? И держится лучше. Гораздо лучше. Ну, так, типа, серега-торонуха-то не скажет, что он или ты бицепс оторван. Визуально там, ну, визуально у сереги ничего не изменилось. Не-не, ну, я говорю, он там уж хорошо в связи со свежим приходит. Со свежим приходит, как я. Молодец. Лучше перевдеть, чем не довдеть. То есть, если кажется, что, особенно вот с грудными все такие, всем говорят, что у них частично отрыв. И я один раз, кстати, накололся, пришёл, ну, как бы не то, что там человек пришёл тоже где-то через месяц. Я смотрю, ну, здесь там такой симптом, ну, не симптом, а вот, если здесь мы отводим плечо, да, вот она, грудная, вот она здесь висит. То чаще всего, когда она оторвана, вот, вот, вот этого вот, ну, да, нависания мы уже не видим. То есть, здесь вот, что-то картина, типа, такого, что не получается. Хотя, вроде, ну, контуры визуально, они, за счёт того, что не изменены, за счёт того, что там же образуется гематома сразу довольно мощная, она всё это пространство социальное, она заполняет, да. Ну, вот, и вот туда чаще всего удается засунуть руку и добраться до плеча. То есть, я сейчас туда не могу, да, не мешаю. Обычно там вот этот кармашек под переднюю дельту, и там прямо до плечевой кости можно дойти. Ну, вот, мне пришёл человек, я смотрю, у него, ну, всё есть как. Я где-то туда пытаюсь добраться, ну, вроде, да, вроде нет. Ну, вот, но всё равно подозрение было, ну, и он пошёл на МРТ, на МРТ всё понятно. И когда вскрыли, несмотря на то, что прошёл у него, по-моему, уже месяц или даже больше, и излилась вот такая большая, ну, там уже не гематома анализируется, серома. Угу. Большая такая, то есть вот она вот... С ней рассосалась, да, ну, то есть шматок? Не, а крупная гематома, куда она там рассосётся? Она обычно надевается. Ну, только ногу ли не должно пройти. И всё, я пораженился, это всё равно, да, и, ну, устало с вами, всё понятно. Угу. Ну что, теперь для любителей того, когда крыло не больно? Поэтому да, частичных отрывов, ну, не бывает. Ну, если не знаете, мне кажется, не определить, что у меня был пол-адры в груди. Да, я думаю, что да. Вообще, мы вообще не увидим. И шрам почему-то у нас вполне не заметный. Абсолютно. Да, я уже не скажу, где он там. Вот тут, в картине, что тут он был. Да, я пока... Ну, вот он, наверное, вот. Угу. Ну, да, он по подмышечной схватке идёт здесь, поэтому он так обычно маскируется. Хотя изначально он был у меня мега уродский, и мы думали, что придётся делать ещё косметику. Иссекать шрам, и типа заново перешивать, но более красиво. Ну да, но поэтому и говорят, что это всё оценивается уже на более поздних сроках. Там сразу ничего смотрим. Вообще. Он у меня заливает антисептиком так, будто бы собирается мне руку отпилить. Вообще-то дышать невозможно. Бля, как после операции на грузе я проснулся, после наркоза, не совсем как кровь. И она была такая... То есть она была лягкая, просто не открою бы, она была твёрдая. Но первые пару минут, пока я всегда приходил, я не понимал, почему сколько. Но у красного цвета это было реально стрёмно. Сейчас, грубо говоря, наверное, у нас около финальный укол будет в манжету. Я думаю, да, что мы сейчас сколем, и ты выбираешь время. И в бицепс. И через дней, наверное, 8-9 на МРТ я приеду, потому что не будет времени раньше. Ну да. Ну, как минимум, надо должны недели пройти, чтобы то, что мы сейчас ввели, чтобы оно точно уже... Ну, значит, 10 дней мы возьмём. Так что мы узнаем, что с манжетой... Мне кажется, Антохи, пора по мне диссертацию писать. Теория лечения Росомах и Дилдоболдеров с ограниченным медицином самозахранения в эти, как это называется, неинвазивные мероприятия. Так? Ну, это звучит неплохо. Плохо? Реально у меня высокая скорость восстановления. Ну, это вот по левой руке, мне кажется, всё ползло у меня. Это ещё с юности, когда я упал. Наверное, как-то сказался удар. Много перелома в разных местах в левой руке. Ну, справа же нормально просто всё. Естественно, почему-то справа оторвалась. Вот этот укол сейчас такой болючий, такой неприятный. Ребята, вы бы знали. Вот он набирает, а у меня уже плечо ныть начало, понимаете? Он вообще не хочет вот этого вот. В прошлый раз прям реально просто болело. Прям после уколов, ну, наверное, около полутора суток. Я прям просто не понимал, почему оно так болит. Я не качал, ничего не делал. В покое болело или... Да, в покое. Прям ныло, то есть просто ныло. Ну, получается, колен там, типа, в околонокоснице, где сухожилия крепятся. Ну, правильно. Мало попшикали. Хуже воняло, только когда у меня загноилась вот эта вот правая сторона после операции, когда мы её вскрыли. На канале, кстати, есть, по-моему, эти видосы. Можно отмотать на 18, по-моему, год, где грудь пришивали. Бля, там такая стрёмная фигня была. Ощущение было, что внутри меня что-то сдохло, очень долго там лежало. Мы когда это вскрыли, это было, фу, бля, как это не пошло никуда, заражение кровью и так далее, я не знаю. Ну, это было стрёмненько. Добрым молодцем урок, что-то там, как сказать, намёк, что я после операции что сделал? Проснулся, взял вещи и поехал на поезде в Москву на Гран-при МВС. Ещё время года, по-моему, было такое не очень холодное, да? Да, было, знаешь, такое тёпло-холодное. То есть нужно было ходить в куртке, в помещениях вроде бы нормальной футболки, куртку одевать. Входишь-выходишь, потеешь. Сутки на ногах после операции. Потом, кажется, у меня просто температура поднялась дикая. Ну, я этот вопрос решил, что? Четыре пакета парацетамола заставили меня уснуть с жаром. Потом поезд в Питер. А, мы же тусили потом ночь, по работе встречались с ребятами с Ашана. То есть вариантов нету. Это контракт, это Ашан, это большой контракт. И, короче, пока мы там по Бродилищу, по Москве... Говори, где точка. Слушай, ну сейчас уже нигде так особо не болит, как ты тыкаешь, да. Поэтому занимайтесь, как ты делаешь. Навпегу угоню. Ну, ладно. Ну, потому что прямо сейчас... Ну, ты давил, я никакой боли там не ощутил. Нигде особой. Тебя довременный датуаж делать, знаешь, когда ты коришь. Бл***ть. Вот. Сейчас, ребят. Больно. Что такое? Больно. Представляете, да? Ну, как оно стрельнуло и перестало. Вот, короче. Потом я приехал домой. Мне было плохо. Шлицо хрустло. Мне было плохенько. Потом я один день смотрю, что у меня пластырь на плече плохо держится. Прям отваливается. Наверное, клея слабо. Больно. Аж рука не меряет. Пластырь плохо держится, надо переклеить. Отклеиваю пластырь, а под ним просто вот с пол кулака вздут хирота на плече. Огромная. Я такую фотку скидываю. Мне только Антоху говорю, что-то. Я говорю, что-то кажется не то. А он мне пишет. Через час будь... Вот, кстати, по-моему, именно в этой перевязочной. Угу. Вы прям влюбились. Конечно. И... Бля, бля. Прям тут было это... Была жесть. Причем тоже что-то там влюбил. Сколько мне тогда возглавлялись с этим делом? Слушай. Недели три, наверное? Недели три, капли, дексиметазон, тубиотики. Самое главное, что я помню, лег. Я такой, что-то там в футболку где-то кинул, что-то еще. Бля, надо, типа, наверное, убрать. Самое грязное, что здесь есть, говорит, сейчас, говорит, ты. Угу. После дня нужно было помещение обрабатывать, потому что там было гноище. Глонище. Ну, это жуткая фигня, короче. Очень много. Ой, фух. Ну, после операции, короче, раны должны находиться в чистоте максимально. После операции люди должны лежать в больнице. Ну, я лежал часа четыре, пока на кост не отпустил. Ну, да, да. Я еще и машину сам делал. Еще одна рука же двигалась, автомат, поэтому я нормально ездил. Вот. Так что это. Мой пример, он плох для подражания. Хотя, возможно, со стороны кажется, что такое, в общем, не сильно заботливое отношение к себе позволяет больше работать, быть более эффективным. Возможно, на выходе чего-то добиться. Но есть риск, что вы не вывезете. Не, ну, тогда, конечно, с этой грудной нам повезло, что мне пришлось обратно все раскрывать, чистить. Потому что, ну, вероятность такого развития событий была очень высока. А это привело бы к тяжелым косметическим последствиям. Да, второй раз. Ну, по-моему, еще. Да как бы раскрывать же надо было бы полностью это все делать. Угу. Раскрывать, тренировать, открыто вести рану, пока она не очистится. Потом вторичный. Ну, короче, это ужасно. Тогда он об этом не говорил. Сейчас звучит очень грустно, кстати. Я даже странно об этом не сказал. У меня было бы расстройство и, возможно, это бы хуже сказывалось на лечении. Я обычно, ребят, просто болею и лечусь в режиме, типа, короче, ну, я же раза 3 чуть-чуть не умер, но не умер. Все расставится на мне супер быстро. То есть, мы гина резали. Его не было, чтобы вы понимали, я гина вырезал просто так. У меня было 2 недели свободных от тренировок. Надо, короче, ударить железы, а то вдруг что-нибудь будет. Я просто пришел к врачу, говорю, надо удалить. У вас ведь нет никакой мастии. Какой-то, как бы, желез же есть. Давай, говорю, вырежем просто. Врач так голову почесал. Ну, ладно. Очень, если надо, то сделаем. Мы тоже все сделали круто. И, опять же, никто просто не знает. Незаметно. Соски непроваленные и так далее. Что-то, мне кажется, вполне себе логичное было, логичное решение, которое потом не повлекло за собой. Знаете, у некоторых готовятся к соревнованиям. За 2 недели гины выскакивают. Тамоксом гасить, форму подпорки, чтобы гормоны расшатываются. А так убрал эти железы. И все, иначе ничего не сказывается. Он почему-то улыбается и говорит, что я такой дурок. Что доктор выдумываете по этому поводу? Это было логичное решение? Ну, тут да. Как-то цели оправдывают средства. После операции по удалению гина я уже делал жим в тренажере. Если железы удалить, то гина не вырастет. Да. Ну, максимально логично, я считаю. Я же очень юный. Не, ну на самом деле. Он так улыбается подозрительно. Ну, хотя бы вслух не произносит, что я придурок. Уже хорошо. Нет, так это на самом деле, ну я серьезно говорю, логично. Уже есть, например, обсуждаются активные операции по армированию бедра у пожилых людей. Ну, заранее. Часто перелом, да, перелом максимального отдела бедра шейки через верхние переломы. У пожилых изделий, вследствие стопороза. Вот. Они падают и ломают. И это очень плохо им переносится, потому что они перестают ходить, у них могут развиться там осложнения всякие, на легкие, порой лишь пойти. Ну, если затягивать операцию, они не у всех состояния здоровья на момент перелома позволяют такую операцию выполнить. Как будто и больно. А если заранее туда поставить имплант, то оно уже не сломается. Вот, по-моему, очень круто. Я вот, в итоге, предлагал обе груди отрезать и решить, чтобы закрепить. Если доживешь, да. Если доживешь, спасибо. Вы слышали? До соответствующего возраста. Можем для тебя применить армирование. Если доживешь, в принципе. Пока выше такого. Спасибо, доктор. А, еще не делали? Пока не делали, но нет. По-моему. Но разговоры такие есть. По-моему, вообще ништяка, что заранее закрепил и вообще не паришься. Ну, сейчас, там, так сделаешь, не больно особо. Не больно? Ну, там, как-то внутрь давил ее, было больно. Ну, если ты уже не качал на бекаре, может быть. А! Ну, да. На безборье очень скачали, поэтому. Ну, да, я чувствую. Слабое безборье очень. Угу. Вот прям вот. Прям больно. Хотел сказать. Воскликов. Воскликов. То есть, мне кажется, ролик так длинный получается, ребята, так что читать ваши комментарии буду в следующем ролике. Ладно, два, может быть, три прочитаю. Какие-нибудь гаденькие. Конечно, гаденькие комментарии начали с Ромкой. Вот он любит гаденькие комментарии. У меня даже кровь не течет. В вашем масле крови не обнаружено. Ссылка в описании. Ну, что, друзья, либо ставь лайк, если тебе понравился видос, и расскажи про канал другу, подпишись. Особенно расскажи другу, у тебя есть там в телеге канал, или у тебя есть там в телеге список друзей, качат, а может они качат, а может быть девчат. Скинем ссылку. Скажи подписаться. Толковый контент. И тем более очень скоро мы запустим чисто женский канал. Ого! Потому что, да! Мы же сейчас шишем самую лучшую одежду для девчонок. Для ваших девчонок. Чтобы им было комфортно заниматься. И для мальчишек тоже уже начинаем шить два бренда. Будет два бренда для мальчишек. Один бренд в коллаборации с Ильей Големом. Именно хардкорный бодибилдинг, типа Гаспо, Горилла Вэр. У вас шапки, я помню, были очень прикольные. Шапки будут. Будут шапки. Будет лучше качество. Лучше цены. Сшито все будет. По всем фендартам, по всем канонам. Как мы всегда делаем свою работу. Плюс мы всегда добавим в каждую ниточку. Капельку любви. Капельку крови. Капельку крови. Капельку крови. Капельку крови. Короче, ставь лайк. Возможно будет продолжение сейчас, а возможно не будет. Поэтому, вне зависимости от этого. Помню про прошлый конкурс с весом. Ничего не придумал, как сделать. Потому что я взвесился прямо в ролике. И это показал. Короче, жди следующий ролик. Там мы что-нибудь замутим для всех по максимальному. Поэтому следи за каналом, вариантов нет. Обещал делай. Это самое главное, что стоит. Ну не самое главное, но одна из вещей, которую я проповедую. Которую я сам исполняю. Ну что, давайте откроем видос. Кстати, про огромные руки голема Ильюхи. Очень неплохие просмотры были под роликом. И... Частый вопрос, который я получаю, есть точка невозврата по установлению гормональной системы. Открываем. И, наверное, что? По популярности. По популярности комментарии откроем. И... Ого-го-го! 32 лайка под комментарием. 30 ответов. То есть, ваших диалогов между собой. Мне кажется, это сильно. Это круто. Я радуюсь, когда вы общаетесь между собой. Делитесь мнениями. Делитесь опытом. И... Ну что? Так эти руки не настоящие. Там в битсуках что-то инородное. А так Илья крутой парень. Интересно послушать. И, кстати, у Колмана были такие же почти объемы, но без синтола. Ну что я могу сказать вам? Илюха тренируется очень много лет. У него есть генетика к росту. Он тренируется с тяжелыми весами. Естественно, там есть местные инъекции. Кстати, чего? Я ни разу не спрашивал. Стероидов? Ну, я уверен на 99% что да. Хотите? Когда я его увижу. Я думаю, это будет скоро. Я лично задам вопрос. А Илья сам решит, ответить на него или нет. Тоже могу сказать и про себя. Да, я местно ставил стероиды в руки. Я об этом рассказывал уже не раз. И... Небольшая ошибка. Не ошибка. Не повезло. С брендом Vertex, когда его мне прислали, поддельным или была плохая качество партия. Но сейчас уже ничего не заметно. На мой взгляд, судьи ставят меня на высокие места. Кроме дерьмоедов и хуесосов, никто практически ничего негативного не пишет и не говорит. Плюс, конечно, создается со стороны, так скажем, моих недоброжелателей. Какой-то медийный фон, да. Когда они об этом говорят. Хотя, по сути, ну... Это не есть так. Кто меня вживую видит. Близкие, знакомые, судьи, спортсмены. Ну... Все окей. Поэтому местные инъекции были у меня. Думаю, местные инъекции стероидов были у Ильи. Использовал он что-нибудь еще или нет, мы у него спросим. По поводу Колмана. Ну, я думаю, что... У него тоже были местные инъекции. И, думаю, их было немало. Сейчас, кстати, знаю, что очень популярно использование гиалуроновой кислоты местных инъекций у иностранных атлетов. Уже видел сам этот препарат от бренда Exchange Labs. Вот. Стоит дорого. Стоит дорого. Там порядка 150 долларов за 30 миллилитров. Насколько его хватает, я вам не скажу. Надо уже ехать мне навстречу. У меня ждет человек. Но и вам отказать не могу, раз обещал надо сделать. Батарейка уже подсаживается. Вот. Ладненько. Ответил, думаю, на этот комментарий. Дальше. Руслан, спасибо, что снимаете для нас, даже когда самочувствие не очень. Жирный. Лайк за проделанную работу. Ребят, спасибо огромное. На самом деле, я вас очень просто ценю. И я вас очень сильно уважаю. Ну, большинство из вас, кто смотрит видео. Та-ра-та-та-там. Большой поклонник вашей линейки спортпита. Спасибо за интересные сюжеты. Вам спасибо, что смотрите. Крутецкий выпуск. Док вообще отдельной благодарности заслуживает. Отлично. Так. Давненько не было выпуска, где пропадали. Слушайте, иногда бывает так много работы, что даже я со всей работой своей. Офигенная. Мне очень нравится. Смотрите, она без этой штуки сзади. Она прям по размеру башки купил. Повезло. Прям безумно нравится. Еще надпись Champions. Настолько мне нравится. Вот прям вообще стилево. Очень крутая. И по качеству мне очень нравится. Вот кому будет интересно. Вот тут что-то написано. Какой-то бренд. Ищите. Кайфовая. Бывают моменты, что безумное количество работы. О, камера садится. Давай что-нибудь плохое. Плохое что-нибудь найдем. Супер, супер. Всегда интересно. За Илью респект. Годные выпуски. Док выпадает из клуба синтольщиков. Ну ты мой умный. Витольд Лапунов. Ты мое солнышко. Должен ж был кто-нибудь, кто любит какашечки поесть своим ртом. Написать что-то. В рубашке хорошо смотришься. Не хуже, чем в майках. Лайк. Да, вы правы. Бывает, что спортсмены выглядят в классической одежде здорово. Если она хорошо подобрана. Кстати, скоро мы оденем всех пацанов в стильную хорошую одежду. Прям скоро-скоро ждите. Вы об этом узнаете. А для ваших девочек, что все готово. Белатика.ру Одень свою девочку. Просто в самые шикарные, самые качественные, самые красивые наряды. Док пугает. Лицо из 90-х. Да все мы. Красавчики. Уже лицо смотрите. Руки Ильи. Это руки мутанта. Халк. Руслан 50 сухих рук. Это очень круто. Сейчас не 50. Сейчас не очень-то сухих. И 49. Но мы все вернем. И то стараюсь тренироваться. Голем машина. Приятно, что в топе хорошие комментарии. Вены у Ли на руках. Вены у Ли на руках. Они вредоносные. Я думаю, что они не вредоносные. Просто очень широко развитая прямоносная система, чтобы создавать такие огромные мышцы. Плюс происходит утолщение вен. И стенки венцуются желчи. Часто их тяжело проколоть. Что ж, сейчас камера сядет. Обнимаю. Крепко жму руку каждому из вас. Все важные и интересные ссылки внизу. Перейди, посмотри. Жди скидки на мой день рождения. 4 августа. Вот такой инсайт. Ждите. Думаю, вас это порадует.